В 2020 году в Ульяновской области будет реализовано три федеральных проекта в рамках национального безопасной и качественной автомобильной дороги. Финансирование предусмотрено за счет федерального и регионального бюджетов. По проекту «Дорожная сеть» в Ульяновске будет отремонтировано 20 километров автомобильных дорог. И это только малая часть всех работ, которые обязательно будут исполнены. Кроме того, общественный транспорт требует обновления. Стоимость одного вагона, это современный, комфортабельный трамвайный вагон, начинается от 45 миллионов рублей. Мы понимаем, что если 70 вагонов там необходимо привезти, то объем финансирования превышает 3 миллиарда рублей. Понятно, что для регионального бюджета, для бюджета города Ульяновска это очень-очень серьезный объем затрат. И, конечно же, реализовать такое мероприятие без федеральной поддержки будет затруднительно. Тем не менее, обновить транспорт удастся. В 20-х числах декабря выйдет постановление правительства о порядке предоставления регионам помощи на модернизацию общественного транспорта. Министерство уже готовит документы, чтобы подать соответствующую заявку. Однако, несмотря на то, что бюджет области позволяет полностью решить в течение будущего года все задачи, не везде и не все так гладко ситуация в Дмитровграде уже давно вызывает недоумение у многих. Пока же мы видим только пикировки в соцсетях. Я уверен, что не этого ждали от избранного мэра нового господина Павленко. Даже в его посте было отмечено, что даже если муниципалитет не заложил, все это решается в рабочем порядке. Вот именно в этом рабочем порядке и нужно решать эти вопросы, не заниматься политикастом. Все эти вещи отбросить на второй, третий, пятый план, а в интересах статычного города приложить максимум усилий. В бюджете города на ремонт дорог не заложено ни рубля. По восстановлению правительства любой муниципалитет должен заложить 30% своего бюджета на ремонт нужной дороги. Остальную сумму добавят из областного бюджета. Вчера я как министр обратился к губернатору для того, чтобы еще раз вернуться к вопросу по финансированию дорожной деятельности в Димитровграде. И у нас в этом же восстановлении правительства есть возможность по тем объектам, которые выполняются на основании поручений правительства Ульянской области, увеличить объем софинансирования до 99%. Но нужно заложить хотя бы 1%, чего пока ни мэр, ни городская дума Дмитровграда сделать не удосужились. Пока кто-то топчется на месте, другие идут вперед. На днях была подписана дорожная карта реализации развития экологически чистого транспорта в 73-м регионе. В нашем регионе мы вошли в десятку первых регионов России, где транспортно-молк, как стимулирующая мера к развитию электротранспорта, был обменен. И в частности, это было превентивной меры, если еще дорожная карта не была подписана, а уже работа велась. Благодаря этой карте улучшится состояние экологии, на дорогах станет меньше шума. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улл Правда ТВ.